Дивное время в России наступает, да? Вроде людям помогаешь, а они не понимают. Ладно. Что делать-то? Теперь я все-таки вам буду помогать, господам магнитогорцы, друзья, товарищей, по несчастью. Хотя почему несчастье? У нас есть, оказывается, ребята, которые умеют делать не задорого. И возникает вопрос. Где, допустим, Алексей Челекин обслуживает свои автомобили? Ну, масло меняет в данном случае. Масло меняю, я здесь. Здесь на Горгазе центр под названием Феникс. Как найти? Очень просто, еще раз говорю, Горгаз, пересечение советской и дружбы. Сколько удовольствия мне стоит? Ну, мне не сколько, потому что это, в общем, часть моей работы. А для вас? А для вас сегодня приготовили исключительно низкие цены. Если кто-то еще интересуется, какое лично я себе масло заливаю, то ответ Петро Канада. Залил чуть гуще и давление, как на новом моторе. Тут еще и надо понимать, что фирм, производящих масло, качественных, пруд пруди. И некоторые в цену масла дорогую телевизионную рекламу не включают. Ну, по крайней мере, в России. При этом делая высококачественную продукцию для внутреннего рынка. секрет же привлекательности пункта по экспресс-замене рабочих жидкостей прост. В работу и цену масла здесь не включен евроремонт, кафель, бешеная сумма за аренду, а также сверхдорогие и не всегда нужные приспособы. Поэтому здесь дешевле и честнее. Веселое лето было, да? Пожалуй, про синтетику никто не вспоминал. Скоро грядет наша зима, любимая, минус 35. Естественно, скоро грядет время, когда необходимо поменять еще и колеса. Естественно, на рынке очень много конкурентов. Но не у всех приемлемые цены. Ваши цены по маслу от каких рублей начинается? У нас цена на масло начинается от 75 рублей за литр, ну и кончая 300, допустим, за костров, за синтетику. Масло в двигателе сколько у вас поменять стоит? Есть ли возможность поменять его бесплатно? Ну, бесплатно мы меняем обычно как бы синтетику. Замена у нас идет бесплатно. Если полусинтетик, то у нас это стоит 100 рублей, поэтому не особо большие деньги. В автомате полная замена масла у нас стоит 600 рублей. Плюс есть промывочная специальная, чтобы не меняется масляный фильтр. Но это делается, правда, не на всех моделях. Но, однако, все это делаем. Стоит ли ехать куда-то, искать фильтра, допустим? Нет, фильтра у нас есть все в наличии. Что воздушные, что масляные, салонные. Все тут же поменяли. Колодки тормозные без проблем. Даже колодки тормозные? Колодки тормозные тоже, да. В основном на любой машине есть в наличии. Что мы порекомендуем тем, кто сидит на скромном семейном бюджете и думает, что он зимой может не завестись? Ну, обычно они заводятся из-за плохого аккумулятора. Как бы, а если масло, даже если заливать лукойл с вязкостью 5,40, допустим, она заведется в мороз без проблем. Ну, можно же и другой вариант в иномарку залить. Петроканада, допустим. Петроканада. Хорошее, кстати, масло. Сейчас его даже льют по гарантийному сервису, в Джимире, в частности. Поэтому они отказались от более дорогих масел. Поэтому масло себя зарекомендовало очень хорошо. Ну, давайте все-таки еще раз на те мозоли наступим. Средняя замена масла по гарантии – это от 6 тысяч рублей. ТО называется. Ваше ТО полное. Сколько стоит? Ну, у нас ТО, грубо говоря, если с фильтрами с соломным, там, с воздушным, ну, от полторы тысячи до двух с половиной, где-то так. ТО есть разница в два с половиной раза получается? Ну, да. А что мы можем подарить? Все любят подарки. И жду не такую сладкую вещь халяву. Ну, мы как бы летом мы дарим концентрат в омыватель. Ну, мух отмывает хорошо. Таксисты прям довольны. Кто по трассе ездит, говорят, следов не оставляет. Мухи моются хорошо. Про удобство все понятно. Да, центр города, основная трасса. В конце концов, можно и до радуги вкусы сходить. Сколько машин можем быстро обслужить? И колеса, если что, поменять? Ну, если с переобувкой и с заменой масла, это уходит минут сорок на машину. То есть 15-го числа октября первые мухи снежные пролетели. Ну, конечно, у нас снег основной в декабре, но можно проехать куда-нибудь в Челябинск и там во вьюн попасть. Ну, переобуем, ну, минут тридцать. Как бы минут тридцать менять масло. Как ты, Роман Карцев рассказывал? Помните историю про раков? Вчера были большие, но по пять, сегодня маленькие, но по три. По сути-то, народ смеялся непонятно почему, потому что разницы никакой нет. Главное, чтобы в наличии было. И теперь есть и масло и по пять, и по три. Но сыты вы будете всегда. Что самое забавное? Вот это мультибрендовость. Петро Канада, Эгипп, Бритиш Петролиум, все из бочек. Лукоил, Кастрол, НС. Сколько масла здесь уходит? Вот там только свежая бочка. Вот эта уже пустая. 200 литров, как не бывало. Как льется? При вас? Ну, так, кач-кач. И теперь сколько стоит? Оказывается, масло поменять в автомобиле можно и за 500 рублей. В месяц работаем. И я, конечно, не очень патриот России. Но если у нас есть Лукоил, который свои заправки держит и на Кипре, и в Турции, то почему бы его не лить? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!